Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся с вами в попразднстве так называемом «Воздвижник Животворящего Креста Господня». И в связи с этим есть интересная фраза у отца Александра Ильчининова «Христианство, созерцая крест, отобрало себе свободных людей». Вот сегодня мне бы как раз хотелось посвятить наш разговор с нашим сегодняшним гостем теме свободы. Потому что выражение это сколь поэтично, сколь глубоко, столь и парадоксально. С одной стороны, мы слышим о свободе, с одной стороны, мы слышим у апостола Павла «Братья, вы призваны к свободе», и познавая истину, истина освободит вас. С другой стороны, мы регулярно в церкви слышим выражение «раб Божий». Мы слышим в церкви о каких-то правилах, канонах, которые призваны якобы ограничить нашу свободу. Так вот, что же понимает христианство под свободой? Мы сегодня поговорим с нашим гостем, православным экспертом, философом, богословом, преподавателем Самарской православной семинарии Сергеем Кредичем. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Григорьевич, ну, прежде чем мы начнем с вами говорить о именно свободе в христианстве, давайте, может быть, прежде всего разберемся с самим термином этого, с этим термином, да, что под ним вообще, в принципе, понимало издревле, то есть вот я понимал издревле, потому что вот я вас представил, как преподаватель философии, соответственно, вы знакомы с этим термином и в различных философских системах, то есть вот что было до прихода в мир христианства, то есть прихода в мир Христа, и что христианство привнесло нового в значение этого вот слова? Так, прежде всего, давайте очертим поле, то есть если мы сейчас уйдем в Древнюю Китай или в Древнюю Индию, мы там вообще завязнем, потому что просто рассказ банальный о основных вехах и основных каких-то мыслителях и терминах, это просто вот сожрет не один день. Поэтому предлагаю ограничиться вот европейской философской мыслью. Соответственно, у нас есть древнегреческая философия и древнеримская система права. Вот это вот прям вот две таких рамочных конструкции, которые вполне себе создадут нужное, вполне очертят функциональное поле. Итак, во-первых, это, конечно, всякие сократические вещи, что Сократ сказал, что свободен по-настоящему только тот, кто свободен от инстинктов. То есть прямо-таки сразу задал такую парадигму, что древнегреки, они тем и прославились, что наблюдение за собой, дисциплина тела, дисциплина разума. И, соответственно, вот по-настоящему свободен тот, кто может опоздать свою природу. Это такая программа максимум философская на всю жизнь, пребывать в ситуации интеллектуального бодрствования. Важный момент, мы сейчас не про богословия, мы сейчас про древнегреков до прихода Христа. То есть и в этом случае, да, весьма хорошо сказал свидетель Климент Александрийский, что философия – это была где-то водитель ко Христу. Ну, то есть вот древний мир, Христа нет, мы знаем, что христианство – это истина, а вот если Христа нет, то что делать? Спиться, уйти в Олимпийские игры и играть мускулами, и, соответственно, что делать? Вот, собственно, интеллектуально бодрствовать и обуздывать природу. Не в смысле подавлять ее, а в смысле жить с ней в гармонии. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, древнеримская традиция. Древнеримская традиция прекрасна своей логической стройностью и законченностью. То есть там римляне в известной степени презирали греков, потому что греки эти слишком много теоретизировали. Римляне перевели все это в практику. То есть это, простите, феодальные, ну, тогда еще рабовладельческие отношения, то есть рожденные рабыни, рожденные из брака свободного и рабыни, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот просто такие политические уже игры с различными степенями этой самой несвободы в политическом смысле. То есть вольно отпущенник, раб, человек, сам себя продавший в рабство с перспективой выкупа и прочее, прочее, прочее. То есть, смотрите, греки отладили это все в интеллектуальном отношении, римляне создали стройную систему в правовом поле. Ну и, соответственно, вот сейчас, тут уже мы, правда, вступаем в такую, если мы говорим в следующую сложность, если мы говорим о современном состоянии, то мы должны разграничивать, рассуждать ли о вере религиозное сознание, ну, простите, это профессиональная деформация, говорю, как преподаватель философии, что вот для верующих людей это имеет один окрас, неверующие люди, которых тоже немало и которые тоже интересны, говорят о том, что вот философия – это способ интеллектуального бодрствования, не обязательно все завязывать на метафизику, ну и, соответственно, отсюда мы получаем некий набор инструментов. Вот это важный момент. Философия учит ставить правильный вопрос, потому что в правильном вопросе содержится уже часть ответа, а в достаточно профессионально поставленном вопросе там уже половина ответа точно есть. Поэтому в зависимости от того, как мы ставим вопрос, мы одни вещи видим, другие вещи не видим. Ну, то есть банальный пример, да, что такое человек. Если человек – это яркая индивидуальность, то это открывает возможности для гуманизма, для искусства, для педагогики и для кучи других дисциплин, которые рассматривают человека как яркую индивидуальность, в том числе поговорить о свободе. Но тогда закрывают, простите, вопрос для банальной медицины. Потому что медицина говорит, ребята, не задавайтесь, насморк протекает одинаково у профессора в благословии и философии и у привокзального спившегося бомжа. То есть вот либо человек – яркая индивидуальность, надо, правда, добро пожаловать в гуманизм, либо человек – это высшее млекопитающее со своим набором каких-то моментов, тогда добро пожаловать в медицину, в анатомию. И, соответственно, вот нельзя сказать, что только одно из определений верну. Вот на разных моментах мы берем разные инструменты, как мы пользуемся топором, ложкой, планшетом, чем угодно. То есть, соответственно, в зависимости от того, как мы определяем свободу, точнее, в зависимости от того, как мы ставим вопрос о свободе, мы получаем разные ответы, которые будут действованы в разных областях. И нельзя сказать, что мы найдем один ответ, который будет прямо вот даже в церковной среде, может, там вот во всей истории церкви был один взгляд на эту самую свободу. Ну, хорошо, тогда давайте сформулируем тогда, может быть, как свобода понимается в библейском варианте. Потому что есть у меня подозрение, что об этой добродетели говорится не меньше, чем о добродетели любви, умение пользоваться свободой, об этом даре, об этой возможности. И, в общем-то, то, что мы наблюдаем во всем евангельском повествовании, Христос регулярно и постоянно как-то вот призывает людей подспудно, между строк, именно к свободе. Вот что же все-таки Христос, христианство в дальнейшем после Христа привнесло в понятие свободы, с одной стороны, с другой стороны, на основании это все-таки библейского текста. То есть вот как же свобода понимается вот в Библии? Что это такое? Так, прежде всего, опять же, как философ, разграничим. Ветхий завет и Новый завет. Есть интересные вещи в Ветхом, есть вот революционное богословие Нового. Итак. Ну, я прошу прощения, Христос же сказал, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. То есть, соответственно, что-то ветхозаветное наполняется какими-то новыми смыслами. То есть, вроде бы форма, при пересохранении формы дополняется и преисполняется некое новое содержание. То есть, ну, элементарно, мы с вами помним Нагорную проповедь, да, сказано не при любодействии, а я говорю, что даже если ты в сердце своем посмотрел с вожделением на жену брата твоего, ты уже при любодействии с ней в сердце своем. То есть, закон, форма осталась, но наполнилась каким-то новым содержанием. Поэтому мы можем, в принципе, говорить о том, что есть два понимания, там, той же самой свободы, ветхозаветная и новозаветная, если новозаветная просто преисполняет какими-то новыми смыслами. Нет, мы не можем говорить о том, что это два разных понимания, но там смещены акценты. То есть, я поясню, что я имел в виду чуть позже. То есть, первый вопрос был, что христианство принесло нового. Христианство принесло метафизическое измерение. То есть, древний мир остановился на римской системе права. И тут вот не стоило бы, конечно, говорить фии и кидать в римлян камнями. Они сделали отлаженный кодекс, который вот до сих пор преподается как образец. То есть, на всяком юридическом факультете, если это серьезное учебное заведение, есть курс по римскому праву. Соответственно, вот римляне, они отладили понятие свободы на горизонтальном уровне. То есть, это вот свобода, как отсутствие принуждения. То есть, а что тебя принуждает? Над тобой стоит хозяин твой, господин. Ты можешь не подчиниться человеку? Можешь, значит, ты свободен. Ну, это вот в конечном итоге привело ко всяким вот либеральным анекдотам, или, точнее, антилиберальным анекдотам России предреволюционной, когда извозчик свободен, свободен барин, ну, так кричи, свобода, свобода. Ну, то есть, отсутствие внешнего принуждения, вот, пожалуйста, римляне отладили. То есть, христианство принесло внутреннее измерение, что если ты внутренне свободен, то ты можешь выбрать любое поприще, и Господь благословит твои начинания, если это будет искреннее желание сердца. И тут, смотрите, мы наблюдаем интереснейшую ситуацию. Чаадаев в 19 веке говорит, католическая церковь замечательна тем, что она первая восстала против крепостного права в Европе. Какие католики молодцы! Посмотрите на православную церковь. Кто-нибудь из православных сказал ли, возвысил ли свой голос, что нельзя людей просто так продавать? И более того, это он еще не знал, что свидетель Игнатий Брянчанинов написал работу о том, что в целом может спастись крепостной и не спастись его господин. То есть, в целом, социальное положение раба и социальное положение господина. То есть, опять же, смотрите, в зависимости от игры терминов, назови крепостного рабом, все открывается уже с новой стороны, играет новым... Это крепостные, это не рабы. Их, конечно, можно продать, их можно запороть, но мы их рабами не зовем. И христианство, оно привносит вот это вот внутреннее измерение, что если ты свободен внутренне, то никакие обстоятельства властны над человеком быть не могут. Ну и отсюда вот эти вот истории святых, которые отказываются от социального статуса, уходят или там какой-нибудь нищий попрошайк оказывается юродивым, и, соответственно, его статус является выше, чем статус, там, скажем, у богача, который идет к нему и ищет совета. Ну, всякие вот дивеевские блаженные, которым приезжали весьма такие влиятельные, в кавычках, люди. Ну, собственно, даже без кавычек на таком хорошем государственном уровне. Чтобы спросить о внутренней жизни, вот как оно, потому что можно быть свободным формально и быть порабощенным. Вот тут важный момент, я бы хотел обратить внимание вот на какой нюанс. Есть социально одобряемые и социально неодобряемые зависимости. Ну, например, если человек спился или превратился в обжор, то это плохо, это осуждает сообщество. Ну, на самом деле, христианство говорит, живи так, чтобы тобой ничто не обладало. Если бы, ну, прям, бывают люди тонкой душевной организации, которым вот, если я в шахматы сегодня не играл, то день пропал, я прям хандрю, впадаю в апатию. Ну, значит, вы зависите от шахмата. Это, конечно, не алкоголь и не гамбургеры, но это тоже властвует над вашей душой. То же самое там с курением, с общением и так далее. Вот христианство принесло ту замечательную идею, что наши привычки мы уведем за собой, унесем в вечность. И отсюда интересное такое богословское мнение о христианском аде. То есть Господь же, он же не карает злобно хохоча, он скорбит с теми, кто сам закрыл дверь для Господа. И, соответственно, представим, что ушел в вечность алкоголик, курильщик или обжора. И получается, что душа унесла привычки, а тела больше нет. Он хочет закурить, а, собственно, сигарету вставить некуда. Легких тоже нет, чтобы их дымом наполнить. Ну и в итоге как бы вот тела нет, и чем? Вот это важный момент, то есть внутренняя свобода, чтобы над тобой ничто не властвовало. Можно сосредоточиться целиком на внешнем. Если у меня господин, могу ли я послать начальника по работе? Могу уйти с работы, найти себе новую, могу переехать в другую страну, могу уйти от жены, могу прорвать контакты с детьми, надо мной ничего не властно. На самом деле человек давно побежден. Либо социально одобряемым, либо социально неодобряемым. Ну там компьютерные игры, интернет-зависимость. Это хорошо или плохо? От этого как лечить? Живительным электричеством? Ну нет, конечно. Над человеком нельзя издеваться. А что касательно Ветхого Завета, я хотел сказать, это вот то, что свобода — это уважение. Вот такой неочевидный момент, который обычно не произносится в курсах такого богословия воскресной школы, что Бог относится к человеку с уважением. То есть вот когда Авраам, то есть как себя ведет Авраам? Он прибывает в чужую землю, он странник, и он своей жене говорит, слушай, давай не будем говорить, что ты моя жена. Ну то есть Библия, она вообще беспощадна, в том числе и к святым. И вот давай скажем, что ты моя сестра, потому что скажем, что ты жена, меня убьют, тебя возьмут в чужой горе, нам как-то нехорошо. Поэтому там ты сестра, договариваться о твоем браке надо с братом, ну и как-то мы из этого вывернемся. Но Господь уважает Авраам, он говорит, ты просто верь, что ты станешь отцом многих. Да, Гидео, который одержал великую победу, он вообще-то был не слишком смелым человеком. Но Господь говорит, ну ты смелый на самом деле, он не вторгается в свободу, он просто с уважением говорит, что ты на самом деле смел, посмотри внутрь себя. Ты на самом деле можешь, ты на самом деле не, да, ты юн, говорит он по одному из пророков, да, ну то есть и так далее. То есть вот этот важный момент, то есть свобода, это прежде всего уважение чужих границ, и даже вот христианский Господь так поступает. Никакой манипуляции, никакой подвешенной морковки, никакой там вот, если то, то есть это тоже важный момент. Христианский Бог — это Бог свободы, это не Бог торговцев. А почему мы разделяем христианский Бог и Бог Ветхого Завета? Это разные вещи? Нет, конечно. Только я же говорю, что христианский Бог, он относится к людям с уважением. Например, к Аврааму. Авраам же из Ветхого Завета, поэтому христианский Бог... Я просто пояснил для наших телезрителей, чтобы не возникло недоуменных вопросов. В этом связи, мне, кстати говоря, пока вы поговорили, все-таки вспомнился еще другой ветхозаветный момент, когда Моисей выводит евреев из рабства. И тоже очень такой интересный момент, что там в меньшей степени идет речь о рабстве фараону, да, или как в песнопениях богослужебных поется «фараон мысленный». Очень был важен для Бога выход именно из рабства мысленного фараона. И, в общем-то, в течение 40 лет, странствий потом, последствий, да, Господь как раз пытался выгнать из рабства именно этому мысленному фараону, когда евреи постоянно регулярно вспоминали о похлебке с мясом, вот, и хотели вернуться, потому что вот там же было так комфортно, там было так уютно, а здесь вот в пустыне мы вынуждены с тобой мыкаться, там, и так далее. И Господь периодически напоминает о том, что даже не о том, что я вас освободил, даже не о том, что именно мне нужно быть благодарным за это, а, в принципе, о самом факте вот этой вот внутренней свободы, с которой человек, в принципе, рождается в мир и Богом сотворен изначально. Вот. Ну, вот если тогда к Ветхому Завету перейти, давайте, может быть, вообще с самого начала пойдем к книгу Бытия, вот, Адам и Ева, Адам, прежде всего, да, притворение человека, Господь решает даровать человеку свободу. Вот. Вот. И, в общем-то, вот многие экзегеты, да, то есть толкователи священного писания обращают внимание на то, что вот идет вот эта вот космогония библейская, да, то есть творение всего сущего, творение всего окружающего с формулировкой «сказал Бог, и произошло», «сказал Бог, и произошло». Когда подходит время творения человека, мы такой жесткой формулировки там не находим, там есть какая-то формулировка «и сотворим», то есть как будто бы был какой-то внутренний совет. Ну, совет привечный. Привечный, да. То есть, который, собственно говоря, по мнению многих искусствоведов уже, да, изобразил Андрей Рублев на своей троице. Так вот, вот совет этот в том числе шел изначально о том, даровать человеку свободу или не даровать. Потому что даровать свободу, это значит в том числе в некоторой толике умалить свою власть над ним и даровать ему способность принимать решения, независимо от воли Бога. Так вот, вопрос, который очень часто задают люди, вот, приходящие в храм и иногда желающие поспорить, так зачем же все-таки Господь дает человеку свободу, если он точно знает, или, по крайней мере, есть вариант, одна из возможностей, что человек этой свободой не сможет воспользоваться или воспользуется неправильно, во вред себе, в противовес воле Божией и так далее. Не проще ли было тогда создать безропотное существо, которое будет всецело исполнять волю Божией? Ну, по мне, этот вопрос вполне себе решается хорошим знакомством с курсом литературы. То есть на уровне детских сказок это щелкунчик, где, собственно, крестный в хрустальном парике приносит игрушки, которые заводятся и танцуют. Ну, как только завод кончился, то все. Есть, например, часики, где катаются на коньках, выходят, салютуют, здороваются. Но там нет жизни, потому что там, собственно, жизнь-то и невозможна. Это раз. Ну, а второй момент – это такая серьезная научная фантастика. Не комиксы про железного человека, а вот там так называемый киберпанк, когда будущее продвинулось, там у нас есть андроиды, там, а вот свободны ли они, там и так далее. Это на уровне просто общей культурной парадигмы. На уровне остального, ну, как сказать, человек, на самом деле, не хочет жить с теми, кто предпочитает не его. То есть это даже на уровне людей. Тут есть вот эти статусики ВКонтактики. Научитесь отличать друзей от тех, с кем вы пьете пиво по выходным. Ну, как бы, то есть как научиться отличать друзей? То есть уходить в больницу, да, полежать там под капельницей и смотреть через стекло на тех, кто пришел, да, и посмотреть, с кем ты пил пью по выходным и кто по факту пришел. То есть людей вот это вот тоже постоянно сверлит. То есть в Библии четко же указано, что мы подобие Господа. Ну, то есть как Господь говорит, сотворим человека по образу и по подобию нашему, а потом говорит, сотворил человека по образу своему. То есть по подобию нам надлежит стать уже в процессе жизни и духовного взросления. Ну, и, соответственно, вот люди как раз и ценят тех, кто остается с ними свободно. Тех, с кем они дружили до того, как они стали генералами ФСБ, президентами, начальниками банков, там, и так далее. Кто занимается человеком, влияет на какой-то значительный социальный пост, у него сразу появляется много друзей. И он сам мучается. А вот они со мной добровольно или их привлекает мое положение? Ну, и, собственно, повторюсь, репостят всякого Амара Хаяма. Друзья твои, пока у тебя есть вино и увеселение, кто кончилось вино, кто с тобой остался, и так далее. Ну, вот Господь вполне себе действует так вот правильно. Он не насилует волю человека, он человека создает, делает его автономным. Ну, автономным в известном смысле. То есть в ограниченном все-таки не живем вечно, мы нуждаемся в таинствах, мы нуждаемся в благодати. И отпускает то, что это ценно, только если это сделано добровольно. Если там, я не знаю, где-нибудь в Китае или в Африке в каком-нибудь кровавом режиме дети работают на рудниках, казалось бы, свободно, да, потому что, ну, не хочешь, не работай, просто еды вечером не получишь, и нормально. Говорить о труде как о творчестве не приходится. И, соответственно, человек должен все творить с любовью. И если Господь есть любовь, то он, собственно, и призывает любовью, и призывает действовать любовью. Не работать как раб, типа, а, тяп-ляп, в два взмаха следующая заготовка, два взмаха следующая заготовка. Ну, здесь нет творчества, здесь нет самовыражения, здесь есть рутина, которая убивает в человеке, собственно, человеческой, превращает его в робота. А человек, который творит свободно, то есть, опять же, кого предпочтем? Учителя, который следует велению сердца и может посвятить ребенку, там, и сверх меры. Или учитель, который говорит, так, стоп, репетиторство, сейчас звонит будильник, я собираюсь и ухожу к следующему ребенку. Потом, опять же, по будильнику, будильник звенит, до свидания, к следующему ребенку. То есть, ну, это механистический подход. Соответственно, для Бога цено то лучшее, что человек может дать, и, простите, для всех нас тоже цено то лучшее, что может дать. Не открытка моей единственной, которую купили в трех экземплярах и, соответственно, задарили, решив вопрос с подарками на полгода на ближайшие, а вот что-то сделано своими руками, что-то придуманное, что-то такое, что вот сделано с учетом отдельных особенностей человека. То есть, ну вот это то, что дает свобода. Когда человек свободно обременяет себя, не как раб, типа, давайте подарим что-нибудь начальнику, потому что если мы не подарим ничего, начальник обидится, мы лишимся премии. Это не свобода. Вот давайте вот порадуем хорошего человека, вот что он любит, давайте вот придумаем чего-нибудь. И в этом случае ситуация не свобода, это ситуация, простите, современных рыночных отношений, когда, типа, ой, вот сейчас наступает Новый год, и надо его поздравить на 50 наших друзей, коллег и знакомых, и нас спасут пластиковые уродцы, соответственно, там кони, крысы, что там еще по восточному календарю. То есть, покупаем ящик, раздариваем и считаем, что долг наш исполнен. Ну, а если к нам так родители относились, а если к нам дети так и относились, здесь нет свободы в этом отношении. В этой связи я вспоминаю митрополита Антония Суржского, он в своей беседе о свободе, в том числе, интересную вещь сказал. Он выводил английское слово freedom и немецкое слово, но я его сейчас не произнесу, от санскрита, которое вот на, вот прям дословно с санскрита означает быть любимым и любить. Вот, то есть, от глагольное такое существительное, что называется, да, произошедшее. И он говорит, что на самом деле вот эта удивительная вещь, что определенный народ для себя в какой-то момент взял, определил слово свобода в самом ее высшем проявлении. То есть, она в самом апогее проявляется, эта самая свобода, когда я действительно добровольно могу сказать, я люблю. То есть, люблю человека, что не может заставить никто меня сделать. То есть, меня никто не может заставить полюбить одного и разлюбить другого. Это вот та вещь, которая иногда даже от меня в полной мере не зависит. То есть, вот, ну, почему-то я проникаю в симпатии к одному, влюбляюсь с него, женюсь или, там, беру его замуж, вот, пребываю рядом с ним и так далее. То есть, вот это действительно так, наверное, вот та самая любовь, с которой создан человек и для которой создан человек, она в высшей степени проявляется в той самой свободе, о которой мы сегодня говорим. Но вот, к сожалению, у нас потихонечку подходит время эфира к концу. Мы с вами только сегодня начали говорить о свободе, мы еще встретимся с вами в последующих передачах. Вот, если вот кратко, прям вот буквально в несколько, там, 20-10 секунд, все-таки вот в Новом Завете тогда что нового в понимании свободы? Вот о Ветхом Завете мы сказали. Вертикальное измерение свободы. То есть, до Нового Завета оно было горизонтальным, свободный раб, вольноотпущенник, там, сын. В этом случае даже мы не столько адресуемся к Ветхому Завету, сколько к вот римской системе права. То есть, повторюсь, мы не идем дальше, чем европейская часть. То есть, это понимание свободы как некой независимости, да? То есть, я правильно понимаю? Причем совершенно внешней. Внешней. То есть, в цепях, в долговых обязательствах, в присяжно-вассальных отношениях. То есть, это же разные степени. Может быть, прям физический ошейник на шее. Может быть, долговая расписка у банкира. А может быть, вассальная присяга. Ну, это вот именно такая вот горизонтальная зависимость. Хорошо. Спасибо большое, Сергей Григорьевич. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, начали говорить о свободе, о фундаментальнейшем, на мой взгляд, свойстве и сущностном свойстве человека. Без понимания этого вопроса, к сожалению, мы с вами никогда не поймем христианского вероучения. Потому что оно целиком и полностью, в том числе, благая весть Евангелия о той свободе, к которой мы призваны. В следующей передаче мы продолжим говорить о свободе. А сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин